У нас не так давно умерла моя бабушка, мамина мама. Жила она отдельно от нас, в однокомнатной квартире. Нет, не подумайте, бабушкины призраки меня не преследуют, все нормально. Просто после похорон все призадумались, что же делать с ее квартирой. Так получилось, что у всех есть своя жилплощадь. Поэтому решили пока сдавать однушку, все равно полгода продавать ее нельзя. Но прежде мы решили разобрать старые вещи, выкнуть кое-какой ненужный хлам. Бабушка все же была человек старой закалки, хранила много того, что, по ее мнению, могло пригодиться. В процессе уборки мы несколько раз натыкались на старенький трильяж. Ничего ценного себя он не представлял, почти развалившийся с отваливающимися дверцами шестидесятых годов, а тем более стоял в коридоре прямо на проходе. Вот и решили выкинуть его. Единственное, очень мне понравилось зеркало на нем, овальное такое вытянутое по вертикали. А после протирки выяснилось, что оно еще и в очень хорошем состоянии. Поэтому, не задумываясь, забрали его к себе. У нас дома вытянутый коридор. Как заходишь в квартиру, на одну из стен я его и повесила. А уже после стали происходить жутковатые вещи. К примеру, захожу домой, снимаю обувь, прохожу мимо него. Тут меня как током бьет, понимая, что там внутри чья-то тень. Вернее, конечно, там так и должно быть. Только хорошо бы мое отражение, что я прохожу мимо. Только тень не двигается, словно наблюдает за мной. Резко поворачиваюсь, все нормально. Вроде показалось, а меня прямо трясет от страха. И происходила эта страшная история не только со мной. Муж тоже замечал, что когда мимо проходит, такое ощущение, что смотрит на него кто-то. И по телу сразу дрожь пробегает ни с того, ни с сего. Ладно бы, если были люди суеверные или ужастиков пересмотрели. Но таких скептиков, как мы, еще поискать нужно. Последний случай до того, как избавились от зеркала, был совсем кошмарный. Собрались мы как-то раз к моей маме. Я стою перед зеркалом, причёсываюсь, и тут вдруг картинка меняется. Вместо меня там какой-то пожилой мужчина. Только он. Не живой. Весь белый. Голова наклонена на бок. А из рта язык вывалился. Но глаза не закрыты. Наоборот, смотрят на меня. Выжидательно так. Вроде чего скажу. Я тут закричала, сразу расческу уронила. Муж подскочил. Что такое? Что случилось? Рассказала ему. В состоянии прострации мы приехали к матери, которая, конечно, сразу заметила наше странное поведение. Пришлось рассказывать страшную историю про зеркало с самого начала. Мама все выслушала и говорит, что ведь в той самой квартире папа-бабушки повесился. Нам это не рассказывали, просто говорили, что он умер. Сами понимаете, после всего случившегося зеркала мы, конечно же, избавились. Муж хотел разбить, но я побоялась. Не очень следующее в этих делах. Но если внутри заключен дух или нечто подобное, то мало ли что может случиться. Специально замазала угол белой краской, будто строители во время ремонта испортили вещь и отнесла на мусорку. Надеюсь, себе домой никто его не забрал и его благополучно увезли на свалку.